Вопрос по поводу пояска. Интересуюсь, почему у вас принято носить поясок, а не заправлять одежду в брюки, в штаны? То есть это немецкая форма, в брюки, в штаны, она-то везде на западе. Вот. Брюки, в штаны. А здесь-то остается тогда так, и туда вся пыль, все попадает внутри-то, а не скатывается вниз. Я пишу, у дореволюционных художников или фотографов не найдете простого мужика без пояса на рубахе на выпуск. Так же одете его дети. Слово «пояс» в Святой Библии упоминается 102 раза. А что без пояса, то только один раз о иноземном захватчике Рапсаки. Вопрос, в поясе ли вы? А если не в поясе, то чей дресс-код на вас исполнился тогда? Пояс может быть из любого материала, но чтобы только не было, во вред здоровью. Никогда не снимается, как нательный крестик, ни в бане, ни на ночь. Это постоянный. Но для праздников может быть особый, широкий, любой расцветки. Совершенно любой. И, как правило, завязывая и на себе, и на детях на четыре узла. Ничто это не символизирует, просто чтобы не потерять, не развязался. Символ пояса есть, и весьма поучительный, и ценный. А именно, я писание сразу привожу, опровергать тут никто не будет. Итак, встаньте, припоясавши ресло вашей истиною, и облегшись в броню праведности. Если никто не носит платки, как женщина, мужчина-пояса, мужчина без бороды. Слово пояс, припоясание, припояжься, встречаются эти слова во всей полной Библии, полной Библии. Я не брал, не помню, 125, 102 четко. Нам это ни о чем не говорит. Во Святой Библии нет ни одного лишнего слова. И вдруг столько раз упоминается о предмете, который вроде бы и не греет, и не продлевает жизнь. В поясе были пророки, апостолы, воины, и ныне Христос, святые ангелы. А распоясаться, такое слово встречается в Святой Библии только один раз, единственный раз. И говорит, как и в поговорке о том, что человек хулиган, разбойник распоясавшийся, болтающий, что попало. Вот теперь мы считаем, где это написано. У кого есть Писание, он может проверить, просчитать, так ли это. Третья царь, двадцатая глава, одиннадцатый стих. Отвечал царь израильский и сказал, скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. И однако весь мир сегодня держится одного слова. В самом отрицательном смысле, употребленном во Святой Библии. А на сто два раза упоминание о поясе во Святой Библии. Ноль внимания и дикое противление хуления. Что? Это само по себе и во всех народах, и от малого до большого. И само собой и так? Кто же это так делает, как не враг душ человеческих, чтобы люди и в малом, и в большом были враждебны прямым указаниям Божьим и не подражали ни Христу, ни апостолам? Филиппийцам 3.17 Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Деяние 21.11 И, войдя к нам, сам человек взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужичи этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников», то есть смотрящих сквозь время. Вот Вольф Мессинг этого никогда не видел. А все убийство, война, где умрет, то есть от дьявола это было. Курил, пил, жил в блуде, а здесь пророк говорит, Агав, Иеремия 1.17 «А ты припаяшь шресла твои, и встань и скажи им, все, что я повелю тебе, немалодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Исход 12.11 «Ешьте же его так, пусть будут шресла ваши припоясаны, это для всех, оба ваши на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью, с поспешностью не сидите». Исход 12.11 Это Пасха Господня. Деяния 8.8 «И сказал ему ангел, опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Вот интересно как. «На торопиться из тюрьмы, от угрозы смертью выводят отца, опояшься». То есть он на ночь снимал Откровение 1.13 «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, обреченного в падир и по персям, поясанного золотым поясом, по груди, не внизу». Это не поддержание чего-то. Откровение 1.13 «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому». Вот нашли. 1.13 «И Откровение 15.6 «И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язву, обреченное в чистую светлую льняную одежду и опоясанное по персям золотыми поясами». Ну зачем говорить? Монахи, военные, все в поясах, где есть дисциплина, собранность. Народные фольклорные ансабли, казаки, все в поясах, шикарных на сцене, хотя бы и на картинках всех художников Репина, Васнецова, Поленова, Сурикова и иных. И в «Житиях святых» видим пояса 15 февраля и в Севе пустынник. Был настолько истощен в постах, что пояс не мог держаться на нем. 22 апреля Федор Секиот, когда был с матерью в храме, снял с себя гривны и пояс. И отдал матери «забери это». 27 июня сам псон. Вместо пояса у него была веревка. 21 июля. Симеон Еродивый. Не знаю, с чего же начать свое еродство. Вначале ножом изрезал свою одежду. Потом нашел мертвого пса, привязал его поясом за ноги и протащил по всему городу. Вот эта святость. Ну вот о поясе ответ один. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала. Благодарим вас за просмотр данного видео. Ставьте палец вверх под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. И нажимайте на колокольчик. Колокольчик будет давать вам возможность узнавать о новых полезных видео на нашем канале самыми первыми. Субтитры подогнал «Симон»